МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В год спорта в регионе проведут больше 10 тысяч физкультурных мероприятий и соревнований, в том числе спорта-киаду школьников. Мы создаем новую зону развития Ростовской области, спортивный кластер на левом берегу, в городах, которые создали тренировочные площадки для Чемпионата мира. Мы построим новые дворцы, мы будем продолжать реконструировать существующие, в том числе и этот дворец. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ирина Роднина, депутат Госдумы и координатор федерального проекта «Детский спорт», приняла участие во Всероссийском форуме, на котором подвели итоги зимнего сезона проекта. И вместе с региональным координатором Вартересом Самургашевым побывала в залах, где давали мастер-классы известные борцы и боксеры. В спортивном клубе «Боевые перчатки» с утра – боевое настроение. Мастер-класс дает Чемпион мира по версии WBO в среднем весе депутат Госдумы Дмитрий Пирог. Рассказывает и показывает отличия в ведении поединка отечественной школы бокса от Западной. Пришел этот спорт давно, с детства. Уже занимаюсь три года в ДФК в Ростове-на-Дону. Ну, по приглашению тренера пришел. Конечно, пришел Чемпион мира, очень хотелось посмотреть, чему-то научиться новому. В результате реализации проекта «Детский спорт» появляются спортивные центры в шаговой доступности. Один из таких – зал борьбы братьев Самургашевых в Аксай, где могут заниматься три сотни детей. Я занимаюсь с девяти лет. Для меня премьер Александр Карелин. Я в будущем хочу стать олимпийским чемпионом неоднократно. Мастер-класс здесь провел серебряный призер Чемпионата мира по греко-римской борьбе Александр Чехиркин. Координатор федерального проекта «Детский спорт» Ирина Роднина посмотрела тренировку борцов, а потом, конечно же, пообщалась с юными фигуристками, которые занимаются в Аксайском ледовом комплексе. У нас все время говорят, вот от значка ГТО еще такой советский лозунг к олимпийским медалям. Но я должна сказать, что наше движение, чем хорошо, что такое количество олимпийских чемпионов, чемпионов мира, чемпионов крупнейших соревнований, идут и занимаются с детьми, создают уже условия, проводят эти все мероприятия. То есть идет, к большому счету, обратный процесс. Сегодня достраивается уже аналогичный зал, даже еще больше, с трибунами для зрителей, чтобы можно было проводить и соревнования. В Константиновске, город Батайск и шахты тоже планируется строительство таких залов. Более 65 уже объектов по программе «Детский спорт» и в школах образовательных отремонтированы и спортивные залы, и плоскостные сооружения построены. Так мы работаем над достижением главной цели – сделать спорт доступным, подчеркивает региональный координатор проекта «Детский спорт» Портересса Мургашев. Галина Белоусов, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону, Аксай. Тестовую электричку в аэропорт Платов СКЖД планируют запустить в мае. Об этом замначальника дороги рассказал на заседании транспортного комитета торгово-промышленной палаты. Пригородные поезда пойдут до Новочеркасска, а оттуда пассажиров будет забирать автобус. Все это будет занимать, по нашему предположению, 1 час 40 минут. Причем мы берем от Сельмаша, это гарантированно 1 час 40. От Ростова главного, конечно, чуть подольше будет. И самое главное – это уверенность в том, что ты в назначенное время попадешь на самолет и, как говорится, не опоздаешь. Ну а к самому Платову электропоезд могут пустить не раньше, чем через 8 лет, когда будет построена высокоскоростная магистраль «Москва-Адлер». В стратегии 2030, о котором говорит наш губернатор, условно, мы заложили уже эти планы. По мнению специалистов РЖД, отдельная железнодорожная ветка, соединяющая Ростов и новый аэропорт, экономически нецелесообразна. Девять раз спасателям приходилось выручать рыбаков этой зимой, а еще пять ЧП на воде закончились летальным исходом. Но никакие цифры не помогут отпугнуть любителей выйти за уловом по последнему льду. Рыбалка по последнему льду – самая лучшая, в этом готов заверить любой зимний рыбак. И каждый год сотни любителей экстремальной рыбалки упорно выходят на тающий весенний лед, несмотря на предупреждения спасателей. Два человека с шахты, два человека с Тихорецка вышли на лед, на ночную рыбалку. Пока ночью рыбалили, их подмыло, и, короче, они оказались на льдине. И поступил сигнал, что людям не могут выбраться на берег. Была выставлена подушка воздушная с экипажем, три человека. Людям спасли их, сняли с льдины и доставили на берег. Спасатели замечают, что их появление на водоеме не только не пугает рыбаков, но даже повышает их активность. А что, рассуждают сидящие с удочками, МЧС на льду, значит, в случае чего спасут обязательно. Те, кто призван спасать от своей основной миссии, не отказываются. И все же считают, что рыбакам следовало бы относиться к своей безопасности внимательнее. Мы ожидаем, что в ближайшие праздничные дни значительное количество населения будет на водоемах области. Поэтому мы призываем всех жителей области соблюдать правила безопасности. Для наглядности спасателей продемонстрировали, как вытаскивать из проруби человека. Чем ближе оттепель и выше температура, тем выше вероятность, что такие ситуации станут реальностью. Сначала ледостава специалисты МЧС уже спасли на датских водоемах девять любителей рыбалки. И судя по беспечным заявлениям рыбаков, работы будет еще очень много. Да, лед еще хороший. Еще неделю-две постоит. Ну, неделю точно постоит с этой погодой. Толщина льда здесь, на Веселовском водохранилище, сейчас составляет около 15 сантиметров. Вроде бы, этого вполне достаточно для того, чтобы безопасно передвигаться по поверхности водоема. Но спасатели утверждают, что это ощущение обманчивое. Лед сейчас рыхлый и, не соблюдая должных мер безопасности, вполне возможно искупаться в этой уже весенней, но еще очень холодной воде. Иван Полехин и Руслан Хамчаев, ДОН-24, Веселовский район. Государственный учет зайцев провели во всех охотугодьях области. Ведь сезон охоты закрыт и нужно оценить животные ресурсы. Ушастых пересчитали, чтобы знать, сколько разрешений на отстрел выдавать к следующему сезону охоты. Значит, становитесь плотненько, Саша, значит, друг от друга на расстоянии 10-15 метров, как положено. Значит, захватывайте вал, который по надречкой идет. И все давайте с голосом идите. Свистеть и шуметь обязательно. Войско учетников пока вне зоны видимости расположилось на стартовых местах и готово к бою. С погодой и юркими зайцами. Сегодня задача – ушастых посчитать. Дружненько идут ровняшечкой и считают, поднимают зайчика. И все, что поднимается, все считают. Каждые люди опытные, неоднократно участвуют в учетах. Поэтому здорово рассказывать и учить не надо. Все уже люди с возрастом, проверенные. Идут 11 человек на расстоянии 50 метров друг от друга. Смотрят в оба, чтобы не пропустить зайца. Сезон охоты закрыт с окончанием февраля. Теперь сотрудники Управления животного мира проверяют, сколько пушного зверя осталось в охотхозяйствах. От этой цифры будет зависеть количество будущих квот на отстрел. Мы подсчитываем количество охотничьих ресурсов. И в соответствии с подсчитанным количеством этим, мы выдаем разрешение на следующий год на добычу. Сейчас у нас проходят учеты копытных животных и пушных животных. Это вот заяц и куропатка. Работу осложняют снег и сильный ветер. Но откладывать госучет некуда. Скоро у зайчих появится потомство. До этого момента необходимо пересчитать всех взрослых животных. Отыскать, а тем более посчитать зайцев не так-то просто. Передвигаются они очень быстро. Но все-таки парочку ушастых мы заметили. В телекамере поймать их в кадр оказалось очень сложно. Ушастые становиться звездами эфира не желали и быстро скрывались из видимости. А вот опытный глаз специалистов заметил в заснеженных полях больше трех десятков зайцев. Их внесут в специальную ведомость. Подобные рейды провели во всех охотхозяйствах области. Виктория Щезинина, Станислав Фоменко, Дон-24, Родионово-Несветайский район. 4-3. С таким счетом выигрывал славянский Крим у Ростов-Дона на исходе восьмой минуты матча Лиги чемпионов. И на этом успехи хозяек закончились. Ростовченки наносят пробный удар 3-0 и некоторое время ведут с разницей в два мяча. А 10 минут до перерыва становится для соперниц нокаутом. Этот 10-минутный отрезок наши девушки выигрывают со счетом 9-2. Оборона непробиваема, а в атаке стреляем со скоростью гол в минуту. На перерыв команды уходят при счете 21-12. Второй тайм становится формальностью. Соперницы обмениваются голами, но наша команда строго следит за отрывом и не дает хозяйкам отыграть ни одного мяча. А в финале изящная точка от Анны Паула Родригеса и Вики Борщенко. 35-26. Классная победа Ростов-Дона. И теперь в субботу дома наш клуб сыграет с Бухарестом за второе место в группе, которое даст в плей-офф более слабого соперника. Два придуманных судьей пенальти, хороший дебют в премьер-лиге 21-летнего Дмитрия Скопенцева и неудачный старт в Ростове Валерия Карпина. Таким стало возобновление чемпионата страны для нашего футбольного клуба. Статистика игр с Краснодаром у Ростова провальная. Одна победа за полтора десятка матчей. Карпин, напротив, выиграл у краснодарцев все шесть встреч. Но клубное проклятие оказалось сильнее тренерского фарта. Премьера 2018 года. Обновленный Ростов под руководством Валерия Карпина играет в гостях у южного соседа. Огромное количество болельщиков приехало поддержать нашу команду. И, конечно же, все они уверены только в победе Ростова. Площадь перед стадионом окрасилась в желто-синие цвета. В Краснодар приехала небывалая цифра для выезда – 3,5 тысячи человек. Наша команда лучшая. Ростов-на-Дону. Мы победим. Ура! Девчонка, а вы как добирались? Своим ходом? Своим ходом, да. Я вообще из Крыма приехала специально на матч. Поболеть? Желто-синий – самый сильный. Гэй! Гэй! И самое главное – ростовская Гэй! 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 Не шугайте голову, дуб! Основа Ростова после зимней паузы заметно изменилась. Калачев остался в запасе в атаке Сигурдарсон и Ионов. В полузащите вот неожиданная новинка – нападающий Шамуродов. Плюс новичок Гулиев. А на правом фланге дебютант премьер-лиги 21-летний Дмитрий Скопенцев, который стал, пожалуй, самым заметным игроком в нашей команде. Он подавал угловые и разыгрывал штрафные. А уже на шестой минуте мог забивать, но попал во воротаря. Я должен всю бровку покрывать от обороны до атаки. И старался, ну, что входил в мой функционал, как бы делать. Да, это одна из новых тренеров была. Тут же после навеса Гулиева рядом со штангой пустил мяч Сигурдарсон. А забил первым Краснодар, имевший большое преимущество по владению мячом. В середине тайма лучший бомбардир чемпионата Смолов нанес далеко не лучший свой удар. Но наш голкипер Песьяков грубо ошибся. Пропустив, наш клуб подровнял игру и смог отыграться за секунды до перерыва. Все тот же активный Скопинцев заработал пенальти. Хотя бесспорным его не назовешь. И участники эпизода в наличии или отсутствии нарушения не признались. В любом случае Ионов с точки забил. Но вскоре судья Карасев отдал хозяевам долг за спорность наказания. На 15-й минуте второго тайма он указал на точку уже в нашей штрафной. И непонятно за какое из двух картинных падений краснодарцев. Смолов бьет абсолютно по-ионовски и Краснодар снова впереди 2-1. Усиливая атаку, Карпин выпускает третьим форвардом Дедюна. Из пяти защитников остается четыре. Но остроты нашему нападению это не придает. А соперники убегают в опасной контратаке. И одну из них за минуту до конца основного времени красиво завершают. 3-1. Довольным быть сложно. Вот были моменты, которые можно занести в актив. Ну и естественно в пассив, раз проиграли. Вот поэтому оценка матча неудовлетворительная. Тимофей Калачев на поле так и не появился. И со здоровьем, по словам тренера, это не связано. Следующий матч Ростова 11 марта дома с питерским «Зенитом». Роман Саганов, Лев Клинов, Дон-24, Краснодар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова